не бывает над домами бизнесменов без полетных зон не строят их сотрудники фсо и не охраняют сотрудники фсб перед домами бизнесменов не закрывают моря даже для рыбацких лодок ни у кого не может быть ни малейших сомнений в том что это дворец путина перейдем к интерьерам это конечно не просто здание это символ 20 лет правления путина и то как он выглядит и то как его скрывают и то кто за него платит и даже то что его строят уже 15 лет и все никак не могут закончить вот представьте у вас есть неограниченное количество денег вся власть и любые ресурсы как вы это используете мы знаем много разных примеров самые богатые люди мира часто тратят свое состояние на благотворительность или строят университет или огромную больницу которую назовут их именем какую же свою мечту реализует путин вот ради чего он все это устроил 20 лет у власти репрессивные законы обворованный нищий народ полное уничтожение политики переписанная конституция посаженные люди сейчас мы увидим ответ ради золота и мрамора ради диванов и кушеток в стиле людовика 14 ради мозаик фресок витражей собственного театра и даже аквадискотеки я обещал вам что мы попадем в гости к владимиру путину и мы попадем несмотря на то что нас туда никто не приглашал поможет нам один из важных подрядчиков работавших на обустройстве дворца он сам был настолько ошеломлен и роскошным и безумными ценами на мебель что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта здесь есть все от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток то есть мы с вами в буквальном смысле увидим на каких конкретно диванах сидит владимир путин на каких кроватях лежит и за какими столами ест посмотрите вот здесь есть цокольный этаж здесь огромный бассейн спа зона массажный кабинет косметологический кабинет какая-то спа капсула сауны хамамы купели и чаши для купания из бассейна можно попасть на улицу в место которое обозначено на плане как аквадискотека я честно говоря не знал что такое существует вот это место на плане а вот его фотография что-то типа фонтана в котором можно сидеть и заказывать напитки и поверьте это еще не самый большой сюрприз который ожидает нас на даче путина здесь десятки подсобных помещений без которых не обойтись когда ты живешь с жизнью настоящего монарха комната для персонала врачей управляющих поваров гардеробная для официантов мясорыбный цех овощной цех цех выпечки цех обработки яиц и вот это хорошо склад грязи 18 квадратных метров очевидно что для комфортной жизни президенту путину нужно много грязи ну и из более традиционного здесь есть коктейль холл из которого можно попасть либо в домашний кинотеатр либо в дегустационную комнату и винный погреб замечательно а вот на первом этаже тренажерный зал с татами рядом куча интересных помещений типа читальни или музыкальной гостиной а вы думаете зря что ли путин выучился играть на фортепиано нет он планирует после тяжелого президентского дня позаботившись о народе прийти в музыкальную гостиную и что нибудь сыграть для души совершенно справедливо сейчас вот возразить да ты сам выдумал это все нарисовал планы и показываешь нам а путин на следующей пресс-конференции заявит как обычно легализация это не какое-то расследование это легализация материалов американских спецслужб поэтому перед экскурсией я должен все верифицировать и доказать вам подлинность этих документов я уже говорил что в 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца сделанных рабочими когда нам прислали эти планы мы сами взяли их и начали сличать с имеющимися фотографиями чтобы убедиться что перед нами не фальшивка аквадискотеку я вам уже показывал вот фото вот она на плане но это ладно можно увидеть снаружи и перерисовать давайте поищем что-то внутри вот фотография явно из столовой здесь хорошо видно столы стулья и серванты с вензелями мы без труда находим это помещение на плане это малый обеденный зал вглядываемся в указанное в плане название мебели тут написано четырео отена это как и все остальные поставщики мебели во дворец супер эксклюзивный итальянский мебельный дом продающий штучные товары строго под заказ на гугле такой гарнитур невозможно поэтому мы написали письмо на фабрику четыре и просто попросили прислать нам каталог и вуаля комплект мебели в каталоге выглядит так стол стулья буфет все то же самое что и на фотографии и давайте еще раз чтобы быть уверенными вот например фото рабочего рядом с тумбочкой видно узор на полу ищем такой же на наших планах и находим его в спальне смотрим что это за комод вот фирма позоли и артикул мебели заказываем каталог у этой фабрики супер эксклюзивный у них даже на собственном сайте этой мебели и снова успех указанный в планах комод точно совпадает с комодом на фото с этой итальянской мебелью вообще была смешная штука мы попросили нам прислать фотографии 20 или 30 предметов мебели которые нашли на планах и представители фабрики в какой-то момент сильно удивились и спросили не мы ли заказывали у них точно такой же набор для строительства дворца на черном море но мы сказали что это да это мы заказывали а вот другая итальянская семейная мебельная фабрика в путинском дворце тоже очень много всего от них они вообще на свой сайт выложили фотографии дворца путина изнутри и видеоролик где написано что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров а потом видимо этих клиентов и показывают эти фабрики реально делают супер эксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве что они десятилетиями помнят всех своих покупателей цены соответствующие вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей или туалетный столик тоже за 2 миллиона в коридорах стоят диваны подешевле видимо для гостей вот например за полтора миллиона рублей или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей в общем удостоверившись что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны мы заказали 3d визуализацию и воссоздали все интерьеры там где есть фото реконструкция на сто процентов соответствует оригиналу но где нет фото могут отличаться незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоих заходим в дворец с главного входа владимир путин мнит себя русским императором и ведет себя соответствующе итальянский архитектор построил ему дворец в итальянском стиле классическая палацци внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями как будто мы не под геленджиком а в болонье или флоренции из двора идем в читальню так называется эта комната здесь мы убедимся насколько наша реконструкция похожа на оригинал фотографии этой комнаты доступны в интернете и мы сверяем вот смотрите колонны лепнина люстры фрески полностью на сто процентов совпадают а вот золотые орлы их не может быть слишком много владимир путин читающий в этой комнате комсомольскую правду должен помнить он хозяин россии а вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца беззаботный рабочий прилег на диванчик на котором позже будет лежать а в густейшее тело ему стоит быть поосторожнее диванчик этот стоит дороже чем его квартира покидаем читальню нам еще много где надо побывать распахиваются двери справа и мы оказываемся в шикарном мраморном фойе с баром такие обычно бывают перед входом в театр или концертный зал и мы угадали богатые люди ставят дома домашние кинотеатры а президент россии построил дома настоящий театр с огромной сценой кулисами гримерными и императорскими ложами я не шучу внутри дворца путина полноценный театр зрительный зал двухэтажный три зрительские ложи внизу закрываются бархатными портьерами если владельцу нужна более интимная обстановка на втором этаже балконы с диванами здесь проявляется верность владимира путина традициям помните в царской россии помещики строили себе крепостные театры так вот и у нашего президента есть такой о его тяге костюмированным вечеринкам и переодеваниям рассказала певица ветлицкая еще в 2011 году вместе с другими артистами ее пригласили на закрытое выступление в резиденцию путина на валдае и каково же было ее удивление когда выступать пришлось перед путиным и пятью его гостями одетыми во фраке и костюмы екатерининских времен рассчитывались тогда с выступающими званиями народных артистов дорогими часами бриллиантами и самым ценным иконой с личным автографом президента а что написал на иконе путин с уважением владимир путин пока простые россияне устраиваются поудобнее чтобы насладиться капитал шоу поле чудес в театре черноморского дворца гаснет свет открывается занавес и национальный лидер придается более изысканным удовольствием к вопросу об изысканных удовольствиях знаете чем увлекается наш президент никогда не поверите но он обожает кальян идем туда что на плане дома обозначено как кальянная и правда выглядит это как лучшая самая дорогая кальянная города махачкалы диванчики столики приглушенный свет идеальная атмосфера чтобы обсудить вопросы бюджета лежа среди мягких подушек президентов и гости могут насладиться и шоу этот зал тоже оборудован небольшой сценой и удивительное дело на сцене есть специальное возвышение с шестом мы даже себе представить не можем зачем нужен шест на сцене может быть для новогодней елки может быть для гигантской шаурмы а может быть для выступления в поддержку конституции если так называемая кальянная вас удивила то дальше вам понравится еще больше сергей колесников в своем письме медведеву рассказал что внутри дворца есть казино но тогда на эти слова никто не обратил внимания но потому что невозможно было себе представить чтобы президент россии в своем личном доме построил казино наверное преувеличил или приукрасил но нет огромное личное казино действительно существует в проекте было предусмотрено казино но это казино не извините меня не для так сказать приглашения людей с улицы ну просто для проведения времени мы с вами заходим в личное казино владимира путина во всей остальной стране они запрещены но здесь то можно все два карточных стола и конечно же рулетка любопытно только на что они играют просто на деньги им точно не интересно скорее всего на госкомпании так что теперь не удивляйтесь что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям вполне вероятно он их просто проиграл из казино через бильярдную мы попадаем в игровой зал первое что нас впечатляет оказывается наш президент не чужд и простых развлечений он любит потанцевать здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами для настоящего патриота свой собственный черноморский лас-вегас это помещение называется залом развлекательных игр где однорукие бандиты стоят рядом с золоченными креслами по 700 тысяч рублей за штучку а вот тут наверное самая любимая комната президента россии то место где путин всех переигрывает но тут нет ни глобусов ни карт военных действий зато есть игрушечные гоночные машинки для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с однокомнатную квартиру здесь на специальном треке главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки обгоняет соперников на повороте и неизменно становится победителем большой гонки немного смущаясь но все таки отправляемся на второй этаж в святая святых спальню верховного главнокомандующего президента россии владимира владимировича путина впрочем слово покое было бы более уместно здесь все по лучшим аристократическим правилам не как у вас открыл дверь и видишь кровать сначала первая гостиная диваны кресла здесь отдыхают перед отдыхом видимо и только отсюда можно попасть в будуар проникаем туда на цепочку шальная императрица ну или в нашем случае шальной император это именно те слова которые приходят в голову когда видишь это золото бархат балдахины но при этом обязательный телевизор напротив чтобы не пропустить важные новости на первом канале именно тут в путинской спальне около этого комода была сделана вот эта фотография не одни мы такие неделикатные из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну уже совсем приватную гостиную здесь наверное даже сечин не бывал и еще одна дверь за ней гардероб и уже через него можно попасть в ванную комнату где вокруг джакузи стоят мраморные колонны не знаю сколько вам квадратных метров нужно для сна но в геленджикском дворце под хозяйскую спальню отвели 260 и вроде настал момент когда пора сказать мы показали вам дворец путина на его спальню казино аквадискотеку и игрушечной машинке подписывайтесь на наш канал и распространяйте но штука в том что на самом деле его владение на черном море не ограничивается лишь этим дворцовым комплексом путинский дворец это гораздо больше чем то что мы видели и представляем себе вот тут в поселке девноморская находится 186 гектаров земли мы видим только 32 которые используются под виноградники но какие красивые фирма лазурная ягода получила их в собственность в десятом году а еще 150 гектаров вокруг находится у нее в аренде это достаточно известная винодельня у них есть сайт вы можете увидеть ровно эти пейзажи только красиво отснятые для рекламных брошюр здесь есть и фотография самой винодельни небольшого заводика но очень симпатичного вот он как раз у нас перед глазами его площадь 5200 квадратных метров здание полностью деревянное а внутри для созревающего вина круглосуточно играет классическая музыка считается что от этого вино становится лучше здесь есть и собственно вертолетная площадка размером 60 на 60 метров ну какая винодельня может обойтись без вертолетной площадки на участке кстати есть спецсвязь уж не знаю зачем но могу представить что это может быть очень удобно когда кому то на другом конце спецсвязи срочно понадобится бутылочка другая вылетаем от винодельни видим забор и кпп внутри объекта это как мы уже убедились на примере путинского дворца обычная практика позволяет изолировать обслуживающий персонал винодельни от персонала дачи и уберечь секретные объекты от посторонних взглядов пролетаем над виноградниками и понимаем что да есть что прятать огромная дача или шато как оно называется по документам у здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок площадь 2400 квадратных метров рядом спа-комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой верандой тут же искусственный пруд на пруду небольшие домики для птиц зачем путину еще одна дача в десяти километрах от огромного дворца один из разработчиков проекта описал нам его так сидишь с бокалом красного вина и любишься видами на море в закате солнца видимо в соседней просковеевке где в скале специально вырубили дегустационную комнату заката какие-то другие вместе с дворцом эти виноградники в 2011 году продали пономаренко но дальше нас ждет интересный поворот всего через 4 месяца уже сам пономаренко тоже их продал и никому нибудь а председателю партии роста бизнес омбудсмену борису титову который следующие 6 лет формально владел этими виноградниками запустил производство вина после чего в 2018 году вернул шато и виноградники обратно путинским друзьям интересно что все то время пока титов был собственником угощал журналистов своим вином и в общем активно делал вид что это его новый проект надолго юридически это хозяйство продолжало контролироваться известными нам управляющими компаниями друга и свата путина николай шамалова татьяной кузнецовой инной колпаковой и иваном сердитовым а что титов а что титов а титов тоже получил для себя кое какую выгоду от участия в этой операции прикрытия всего через год после того как его абрао дюрсо стало владельцем лазурной ягоды владимир путин своим указом назначил бориса титова бизнес омбудсменом даже эту должность специально для него придумали чтобы защищал бизнес путинский здесь понятно что бизнес любит поплакать иногда вот но тем не менее конечно чтобы рассказать нашу историю дальше нам нужно внимательно изучить эту бутылку вина она разлита на этой самой винодельне на этикетке написано эксклюзивное вино усадьба девноморская изготовлена по лучшим европейским технологиям из винограда выращенного на терруаре в районе города геленджика на каменистых склонах спускающихся к побережью черного моря в окружении реликтового соснового леса а вот изготовитель но почему-то не ооо лазурная ягода а другая фирма аоо девноморье и тут мы обнаруживаем еще одну путинскую сделку на много-много миллиардов рублей вино на самом деле выпускает не лазурная ягода а именно эта фирма девноморье она арендует у ягоды производственное здание двухтысячиметровый склад и выращивает виноград и продает его под маркой усадьба девноморская бизнес небольшой около 150 тысяч бутылок в год для сравнения абрау дюрсо выпускает 39 миллионов бутылок но несмотря на это в восемнадцатом году кто-то выдал девноморью беспроцентный кредит семь с половиной миллиардов рублей на крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал два с половиной годовых бюджета геленджика этим благодетелем а по совместительству и единственным владельцем ао девноморья был 42-летний владимир колбин ничего примечательного в биографии этого человека нет работает наемным директором геленджикского морского порта человек конечно не бедный но олигархом не выглядит вот его 330 метровый дом в геленджике в полукилометре от моря дом куплен год назад в декабре 19 согласитесь это не дворец миллиардера а вот его 200 метровый дом в ленинградской области еще скромнее откуда у него может быть семь с половиной миллиардов достались от папы владимир колбин это сын петра колбина того самого друга детства путина с которым они вместе ходили на деревенскую дискотеку который позже стал одним из кошельков президента в 2018 году колбин старший умер но очевидно что его должность держателя путинских денег досталась по наследству его сыну и еще одна интересная деталь усадьба девноморская вино из этой абсолютно неизвестной небольшой винодельни при полном отсутствии серьезной рекламы обладает совершенно особенным статусом я думаю вряд ли кто-то из вас его пробовал или даже видел это от того что вы дорогие зрители не ходите на приемы в кремль мы нашли несколько фотографий меню с последних кремлевских приемов день победы 2019 год подают салат из камчатского краба гребешок и шардоне из усадьбы дивноморская или день народного единства смотрим меню тот же самый набор лично путин угощает этим вином своих друзей товарищей из китая си цзиньпиня и под этот же шардоне обсуждают углубленную интеграцию с лукашенко в начале виноделие было для путина просто статусной вещью такое вот шикарное хобби но желание окружающих выслужиться и неограниченное количество денег привели к неизбежному хобби вышло из-под контроля были заложены вторые виноградники которые оказались еще больше и еще дороже тех которые мы с вами только что наблюдали и в их центре мы обнаружили целый винный суперзавод новые виноградники расположены в противоположной дворце стране в 9 километрах в селе креница в 19 веке сюда приехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовала здесь общину в 1886 году они заложили первые виноградники 130 лет спустя на смену толстовцам приходит вот этот господин из петербурга Николай Егоров который сидел с Путиным за одной партой в институте его фирма аксис инвестиции в 15 году арендовала 140 гектаров земли вот тут а теперь посмотрите на эти неприятные снимки кто этот избитый до полусмерти человек может быть главарь террористической ячейки которого задержали в лесах опасный бандит нет это известный краснодарский эколог Андрей Рудомаха фотография сделана после его избиения неизвестными людьми Рудомахи сломали череп нос у него химические ожоги глаз и куча других травм это произошло сразу после того когда он с коллегами ездил с экологической инспекцией в креницу экологи поехали туда чтобы выяснить кто же там незаконно вырубает лес и обнаружили там гигантскую стройку заборы шесть постов охраны и церковь в византийском стиле после нападения на Рудомаху журналисты новые газеты обнаружили что вот эту необычную церковь импортировали из Греции и сделала это уже многократно упомянутая нами управляющая дворца и других виноградников путина жена начальника фсо войсковой части татьяна арнольдовна кузнецова журналисты даже написали запрос в аксис с требованием прокомментировать что у них там делает кузнецова и им прямо ответили что кузнецова у них технический заказчик всего проекта то есть человек который от имени владельца недвижимости заведует строительством как заведенная шарманка я могу только в третий раз повторить эти виноградники на самом деле часть владения путина дворец записали на одного человека виноградники в динаморске на второго вот эти на третьего управляют всем одни и те же люди давайте лучше посмотрим с воздуха что скрывается за высокими заборами и что за очередная стройка века разворачивается прямо сейчас мы от черного моря летим к очередным виноградникам владимира владимировича путина в селе креница три поля перед вами это лишь небольшая их часть всего 18 гектаров правее находится в два раза больше вся земля вокруг виноградников тоже путина 140 гектаров вон там впереди видим огромную стройку и летим посмотреть сотни рабочих здесь строят супер современный огромный винный завод часть строителей живет вот в этих сборных конструкциях часть ежедневно привозят на автобусах на проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей невероятно дорогое хобби но главное за чужой счет летим дальше здание справа это одно из двух кпп его площадь 830 квадратных метров огромные ворота позволяют гонять через это здание любые грузовики чуть правее административно-бытовой корпус разворачиваемся и видим 1200 метровое здание энергоцентра именно из этого здания вся винодельня будет обеспечиваться электричеством и теплоэнергией и мы оказываемся ровно над гаражом для сельскохозяйственной техники 1150 метров чуть разворачиваемся над совсем уже облагороженной территорией и видим сам винный завод по документам его площадь 13700 квадратных метров это всего на 4000 метров меньше путинского дворца новый винный комплекс хоть он еще и не достроен уже имеет официальное название винодельческое подворье старый прованс и если на заводе в девноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи то тут достаточно места для целого симфонического оркестра на зависть лучшим тосканским винам впечатляет правда но я сейчас вас впечатлю еще больше мы нашли фирму которая занимается поставками оборудования для этой винодельни в своих таможенных декларациях они указывали что предметы которые они возят из-за границы предназначены для винного завода креница всего мы нашли 58 деклараций это капли в море закупок при строительстве завода но и они поражают до глубины души ваза из закаленного стекла конусообразной формы 30 тысяч евро или 2,6 миллиона рублей подвесная люстра с системой из декоративных листьев 2,7 миллиона тканевый диван с 20 подушками 3 с лишним миллиона рублей кофейный столик с отделкой расплавленным металлом 4,3 миллиона рублей кофейный столик по цене двушки в балашихе я самый богатый человек не только в европе но и в мире и еще несколько особенных предметов не таких дорогих но отлично показывающих мир в котором живет путин это итальянский туалетный ершик за 700 евро или 62 тысячи рублей и держатель для туалетной бумаги за 1038 евро или 92 тысячи рублей 150 тысяч на ершик и держатель для туалетной бумаги только в один санузел а там их понятное дело десятки и ведь это не жилой дом не дача это завод путин не будет тут жить он будет иногда заглядывать ходить между виноградниками хвалить террор и приговаривать какая благодать ну и на случай чего в туалете его будет ждать ершик и держатель для бумаги за 150 тысяч рублей годовая пенсия среднего российского пенсионера в одной путинской уборной в которую он возможно никогда не зайдет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей но на в этом это разделе условия а и